Сегодня школьники, завтра инженеры. На физфате Ивановского государственного университета принимают юных гостей. Начинающие техники приехали на детскую конференцию с докладами и авторскими изобретениями. Всего 17 человек из Иваново, Приволжска, Шуи и других городов региона. В дальнейшем ведь эти работы дальше идут, участвуют в следующих конференциях, в следующих этапах, которые проходят в Москве, в частности в Государственной Думе, они там выступают. И я думаю, это первые такие намёточки, что это будут какие-то новые инженерные мысли. Это уже 11-я детская научная конференция в Ивгу. В 2018-м посвящена большому юбилею – столетию физического факультета. Всех участников разделили на две секции – теоретическую и практическую. Шесть человек представили свои научные доклады. Мы выясним, что такое звук, и научимся использовать такие приборы, как шумомер, динамик и генератор низкой частоты. И выясним, какие материалы лучше поглощают звук. Тема влияния различного искусственного света на человека стала уже традиционной на конференции. Исследовательская работа Олега посвящена изучению спектров света от бытовых приборов. Различные источники света могут оказывать негативное влияние на цветовое зрение человека. Поэтому целью нашего исследования является выявить эти источники и найти более безопасные источники света для человеческого зрения. Для тех, кто хочет поскорее от теории перейти к практике – секция конструирования и робототехники. Начинающие кулибины представили не только чертежи, но и уже готовые изобретения, которые в перспективе вполне могут найти практическое применение. Елизавета третий год изучает электронную автоматику. Родственники не только поддерживают, но и разделяют ее интерес. Папа и дедушка также занимаются изобретательством. На данный момент я показывала проект «Инфокрасный сигнализатор препятствий», который используется в разных областях, таких как в роботах его можно использовать. Заменить кнопки некоторые при ориентировке слепых и при парковке автомобиля. Лучшие работы представит Ивановскую область на всероссийском уровне. А юные техники будут совершенствовать свои изобретения, чтобы в дальнейшем их можно было внедрять в массовое производство. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Самые различные устройства.